Здравствуйте! Вы смотрите новости ЖТСУ в студии. Антон Хатиновский, сурдоперевод, осуществляет мой коллега Дориан Авдрасилов. Народная канцелярия прокуратуры области ЖТСУ проводит в регионах встречи с населением. На этот раз представители надзорного органа посетили Аксусский район. Данная работа ведется в рамках реализации концепции слышащего государства и повышения уровня доверия к правоохранительным органам. На встречу с представителями областной прокуратуры старались попасть многие жители Аксусского района. Вопросом к сотрудникам правоохранительных и надзорных органов накопилось немало. Участники собрания поднимали самые актуальные темы, среди которых урегулирование отношений между физическими и юридическими лицами, а также земельный вопрос. Мой вопрос касался земельных отношений. Мы говорим о том, что нельзя выставлять на конкурс землю, которую так необходимо для пастбищ крестьянам. Земля должна быть передана непосредственно Акимату, и уже они сами будут ежегодно распределять участки для фермеров. Надеюсь, будет принято правильное решение. Как известно, сегодня по поручению президента неиспользуемые земельные угодья возвращаются в государственную собственность. В Аксусском районе выявлено 55 таких участков, общей площадью 35 тысяч гектаров. С начала года возвращено государству 14 пастбищных земельных угодий, что составило в общем свыше 1300 гектаров. Разъяснение данного вопроса стало лишь одной из поднятых на встрече тем. В целом, выслушав собравшихся, сотрудники областной прокуратуры постарались на месте найти решение многих актуальных вопросов. Прокуратура области ЖТСУ в рамках реализации концепции слышащего государства, а также повышения уровня доверия к правоохранительным органам, организовали выезды в районные центры области для приема граждан. Также группа десантная будет выезжать во все населенные пункты районов для выявления проблемных вопросов населения, чтобы мы могли проанализировать и найти пути решения. В этом году, в сравнении с прошлым, преступность в Аксусском районе выросла на 10%. А потому, по словам организатора встречи, подобные мероприятия необходимо проводить регулярно. Сладкая жизнь на Коксусском сахарном заводе завершается. Переработка сахарного тростника в ближайшие дни на предприятии приступят к приему сахарной свеклы. По прогнозу, в этом году на заводе будет переработано порядка 210 тысяч тонн сладкого корнеплода, что, по мнению руководства региона, должно положительно сказаться и на рыночной стоимости сахара. С процессом изготовления сладкого продукта ознакомилась наша съемочная группа. На Коксусском сахарном заводе подходит к завершению процесс изготовления сахара из тростникового сырца. В этом году предприятие поставит на рынке 48 тысяч тонн тростникового сахара. Стоит отметить, что это практически безотходное производство. 98% тростника дает чистый сахар. На данном этапе работы готовый продукт расфасовывают в мешки. К слову, сейчас на заводе трудится 380 человек, большинство из которых работает здесь не первый год. Среди них и заведующая упаковочным цехом Айдбала Болтаева, посвятившая любимому делу 24 года. Помощицей работала 10 лет, потом стала заведующей. Хорошо работаем. Если завод работает, мы рады. Нам работа, зарплату устраивает. Все нормально. Техника все новая уже. Сентрофуга. Раньше старенький был. Сейчас это поменяли. Все нормально. Коксульский сахарный завод был основан в 1932 году. Пять лет назад проведена модернизация. Многое оборудование обновлено. Закуплены шведские станки. А в связи с переработкой сахарного тростника с недавнего времени предприятие работает круглый год. В конце сентября здесь приступят к переработке сахарной свеклы. В сутки на заводе перерабатывается 2 тонны сырья. В среднем в год завод производит около 250 тысяч тонн сахара. Сейчас на предприятии полным ходом идут подготовительные работы к приему урожая. Часть оборудования – это приемы, допустим, весовое хозяйство, также для приемки свеклы, буртоукладочные машины, кагатное поле. Все готово на сегодняшний день. Уже 99% все готово. Сейчас идет у нас свеклоперерабатывающий цех. Тоже идет сейчас уборка, покраска. Мы его уже приготовили. Теперь сейчас вот этот процесс переработки сахарной тростника закончим. Потом начнем очистку оборудования, также подготовку и ремонт необходимых станций, которые будут задействованы при переработке сахарной свеклы. В этом году планируется принять 200-210 тысяч тонн сладкого корнеплода. Для этого в районе под свеклу отведено 1200 гектаров земли. Впрочем, сырье сюда поставляют крестьянские хозяйства со всех регионов области. В этом году в Казахстане закупочную цену сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну. Половину будет платить завод, вторую часть в качестве субсидий государства. К слову, о цене на готовую продукцию. Руководство Коксузского района контролирует стоимость сахара в местных торговых точках. Мы получили Коксузский район 203 тысяч тонн. В наших магазинах, которые здесь получили от нас, они вот по 450 покупают, по 520 продают. Но есть, конечно, недобросовестные, которые берут по 450. Пока мониторинг группа ходит, они продают 520. Но потом уже как бы свою цену ставят. И такие тоже встречаются. Если такие встречаются, мы специально принимаем меры, чтобы они больше, мы им не даем сахар. Потом у нас еще с города привозят. Они уже, мы им уже цену не можем диктовать. Они привозят сами и свою цену ставят. Пока на прилавках местных магазинов из отечественного сахара есть только тростниковые. Но совсем скоро начнется переработка сахарной свеклы. И уже после этого, по словам специалистов, цены на сладкий продукт могут снизиться. В городе Талдыкурган бойцы СОБРа из огня спасли 92-летнюю пенсионерку. Сотрудники отряда быстрого реагирования, увидев дым и огонь, сработали оперативно. И в первую очередь эвакуировали жильцов на улицу. Чуть позже они услышали крики о помощи и буквально на руках вынесли из огня пожилую женщину. Рассказывает наш корреспондент. Для 92-летней жительницы областного центра 7 сентября стал датой ее второго рождения. Так говорят сотрудники полиции, спасшие женщину преклонного возраста. В тот день они вышли на обед. Однако вместо долгожданной трапезы мужчинам пришлось выступить в роли спасателей. По словам героев дня, они увидели задымление на втором этаже номер 26, расположенного в 9 микрорайоне. Несколько сотрудников спецразделения быстрого реагирования и управления полиции услышали душераздирающий крик пожилой бабушки. Без раздумий все они бросились на помощь. Во время обеда сотрудники полиции заметили горячий дом. Вот перед вами горячий дом, третий этаж, пылал пожаром. Мы вместе с сотрудниками СОБР, департамента полиции области джитсу, капитаном полиции Урозалиевым забежали в подъезд. Эвакуировали жителей данного дома. Далее, когда спускались на второй этаж, мы увидели женщину, которая обратилась к нам и сказала, что ее мать находится в квартире и не может передвигаться, так как у нее ноги парализованы. Мы вместе с капитаном полиции Урозалиевым Норсултаном забежали в квартиру, вызвали бабушку. Как говорится, прямо говоря, мы посадили ее на стульчик и вывели ее наружу. Спасенная полицейскими бабушка Занепа является матерью десятерых детей. Женщина награждена подвесками Алтен и Кумусалка. На сегодняшний день она находится дома у своих детей в селе Бахтабай. Восемь лет назад пожилая женщина упала на лед и повредила себе бедро. Теперь из-за травмы не может ходить. Хочу выразить огромную благодарность молодым людям. Мои ноги не ходят, не могу ни встать, ни ходить. Если бы сотрудники полиции не подоспели вовремя, я бы погибла в огне. Только благодаря им я стала жива. Сейчас в доме бабушки Занепы идет ремонт. Через несколько дней она вернется в родные стены. Из-за того, что соседи курили на балконе, бабушка чуть не потеряла свой очаг и жизнь. Пожилая женщина просит общество соблюдать правила пожарной безопасности. По данным департамента полиции, с начала года из-за халатности жителей произошли пожары в 183 домах. Безопасность превыше всего в преддверии отопительного сезона ДЧС области ЖТСУ проверяет станции заправки газовых баллонов. Представители ТО ЖТСУ «Облгаз» провели для руководства областного департамента по чрезвычайным ситуациям ознакомительную экскурсию на своем предприятии. В ходе встречи был показан технологический процесс по заполнению газовых баллонов на современном оборудовании. Гости, в свою очередь, дали рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности при работе с газом, а также выкосу сухой травы и реагированию во время чрезвычайных ситуаций. Во избежание несчастных случаев, связанных с взрывами газовых баллонов, руководство ДЧС области призывает граждан пользоваться услугами только специализированных станций. Основной проблемой является заполнение газовых пропановых баллонов жителями города и области на автогазозаправочных станциях, что недопустимо. На данных автозаправочных станциях отсутствует оборудование по проверке герметичности, пригодности газовых пропановых баллонов, а также степень их заполнения, что может послужить причиной взрыва газового баллона в быту. В пользу случаем хотел бы призвать всех жителей заполнять свои газовые пропановые баллоны только в стационарных специализированных станциях по заполнению газовых пропановых баллонов. Гран-при и звание лучшей команды удостоились студенты колледжа имени Ильяса Жанцугурова по итогам республиканского проекта Student Energy Challenge. В интеллектуальном турнире приняли участие 42 команды из разных регионов страны. Какой проект представила Талдыкурганская сборная, узнавала наша съемочная группа. Устройство для экономии электроэнергии – коллективная работа студентов Талдыкурганского колледжа имени Ильяса Жанцугурова. Принцип действия уникального изобретения – аккумулирование энергии ветра, что позволит использовать его во многих отраслях промышленности страны. В будущем авторы проекта намерены установить это устройство и в областном центре, в парке отдыха Жастар. Это новая модель ветрогенератора. Через переобразование энергии ветра вырабатывается электроэнергия. Плюсом является то, что её можно накапливать и использовать в повседневной жизни. Республиканский конкурс инновационных проектов КАЗ Энерджи проводится уже в пятый раз. Интеллектуальный турнир посвящен решению энергетических проблем. С целью решения насущного вопроса в конкурс вовлечены студенты технологических колледжей и вузов со всего Казахстана. В онлайн-проекте приняли участие 42 команды. Конкурс состоял из трёх этапов. Первым участники представили свои резюме. Второй тур стал отборочным. В нём от каждой команды были показаны видеопрезентации проектов. Лучшие из них прошли в финал конкурса. По словам членов команды, они продолжат свои изыскания и в будущем. Стоит отметить, сегодня в Талдыкурганском колледже имени Ильяса Женсугурова обучается более 800 студентов по 25 специальностям. В новом учебном году колледж перешёл на модульную систему обучения. Депутаты из сформированной в начале года группы «Жена Казахстан» предложили вернуть столице название «Астана». Президент Казахстана Касымжимар Такаев поддержал инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласием главы государства. При этом другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования. В селе Боралдай и не подозревали, что их аким признан лучшим в Казахстане в 2020 году. Агентство по делам госслужбы выбрало лучшего сельского акима в стране. Им стал глава посёлка Боралдай Данияр Канырбаев. Спустя два года журналист Асхат Ниязов решил проверить, оправдывает ли чиновник своё звание. В ходе беседы этот вопрос у местного населения вызвал лишь смех и удивление. Один из участников опроса ответил, что это неправда. Другой, что акимат не работает совсем. Сам же чиновник пояснил Ниязову, что лучших акимов не бывает, а его выбрали в рамках реализации лишь одного проекта. 30-летняя жительница областного центра обратилась в полицию из Каменогорска. Она сообщила, что у неё из сейфа на цокольном этаже пропало около 130 тысяч долларов. Сотрудники криминальной полиции нашли подозреваемую. Её оказалась 21-летняя девушка, которая работала у потерпевшей домработницы. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по статье «Кража, совершённая в крупном размере». По словам задержанной, на первую украденную сейфу сумму в размере 10 тысяч долларов отправилась на отдых за границу на остальные деньги, вынесенные позднее из дома работодателей. Предприимчивая гражданка сыграла собственную свадьбу, а также приобрела квартиру и машину. На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. В местности Булак-Баши Баткингенского района пограничники Кыргызстана обнаружили отряд из Таджикистана. Военнослужащие соседней страны в нарушение договоренностей заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы, игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию. Таджикистане открыли огонь. В ответ дозорные Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По предварительным данным, пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет. Пандемия близится к завершению, заявил глава Всемирной организации. Еженедельная смертность от коронавируса во всем мире находится на самом низком уровне. Всего за это время инфекция унесла жизни 6,5 миллионов человек во всем мире, вызвав кризис в системе здравоохранения. По оценкам ВОЗа, в 2021 году благодаря вакцинам против коронавируса было предотвращено более 19 миллионов смертей, а количество сделанных прививок от ковида составило 12 миллиардов единиц. Спортивный азарт и хорошее настроение. Футболист Кайрата забил самый красивый гол Августа. Сборная Казахстана по теннису проведет свой второй матч на групповом этапе командного чемпионата мира. Обо всем этом и других новостях в мире спорта расскажет наш корреспондент. По итогам первого игрового дня 20-го тура казахстанского чемпионата среди команд премьер-лиги сборная Ахтобе сделала еще один шаг на пути к золотым медалям турнира. И в этом западноказахстанцам помог действующий чемпион страны Табол, который переиграл в Нурсултане Астану. Центральный матч всего 20-го тура прошел в столице Казахстана, где встретились основные преследователи актюбинцев – Астана и Табол. Столичные футболисты потерпели поражение с новым наставником. Григорием Бабаяном со счетом 1-2. После этой неудачи столичный коллектив отстает от Ахтобе на 5 очков, а Табол на 7 баллов. Сборная Казахстана по теннису сегодня проведет свой второй матч на групповом этапе командного чемпионата мира. В мировом рейтинге США на 4-м месте, Казахстан на 9-м. Но в нашем составе есть игрок, который знает, как побеждать превосходящих по стиле противников. У Михаила Кукушкина таких поединков достаточно. Тем более, что сегодня юбилей. Если Михаил выйдет на корт, то это будет 50-й матч Кукушкина за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса. По-особенному относятся к Михаилу и казахстанские фанаты, которые в очередной раз приехали поддержать сборную. Когда он видит это внимание, чувствует внимание, когда получается замечательный розыгрыш, вы видите, он апеллирует к трибуне здесь, и мы отдаем ему эту энергию. Эту энергию он питается и побеждает в лучших матчах за сборную Казахстана. Профессиональная футбольная лига Казахстана провела открытое голосование среди болельщиков, чтобы определить автора лучшего гола августа. По его итогам, результативным ударом со штрафного в ворота Ахжейка признан гол в исполнении защитника Кайрата Сергея Кейлера. Конвизор Муханбетова по материалам интернет-ресурсов. И в завершении выпуска штормовое предупреждение. Одевайтесь потеплее. По сообщению КАЗ «Гидромед», завтра на территории области ЖТСУ ожидаются заморозки. По прогнозу, 16 сентября на севере и востоке региона будет господствовать северо-восточный ветер со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Ночью в центре и горных районах ожидаются заморозки до минус 6 градусов и в городе Талдыкурган до 3 градусов мороза. Департамент по чрезвычайным ситуациям области ЖТСУ призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Таким был день, уходящий глазами наших корреспондентов. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин